доброе утро друзья вопрос зачитаю началось все с того эти выключить движок началось все с того что мои родители 56 и 5 58 лет выиграли грин карту на 2016 год заявку на них подавала я и на себя подавала естественно я играю с 2011 года поэтому в какой-то степени уже перестала надеяться и верить выигрыш и тут все случилось спонтанно потому что никто и не думал что так может выйти они долго думали размышляли и в итоге не зная языка решили рискнуть и попробовать начать заново в чужой стране в россии родители оба работали папа уважаемым мастером на металлургическом комбинате а мама инженером по охране труда в больнице вроде все вроде как обычно все всех устраивало до поры до времени но когда дело шло к пенсии им захотелось изменить все в своей жизни они уволились в итоге в апреле 16 года купили билеты и уехали в солнечную калифорнию сначала в сан-франциско там знакомые все на радостях поначалу впечатление их затянули потом нашли жилье в конкорде это нет недалеко от сан-франциско не сами им помогли так как язык не знают не дешевая но и не такое дорогое как сан-франциско купили машину недорогую чтобы папа мог работать ну вот буквально спустя месяц начинаются проблемы с работой и они растерялись потерялись аренда жилья стоит около 1600 в месяц это действительно немного папа устраивается на работу в небольшую строительную русскую фирму так как не знает языка и работает с утра до ночи в течение пары недель посадив себе здоровье это видимо папе 58 то мама все это время искала работу и нашла место в ателье по ремонту одежды которым владеют армяне платит очень мало за два дня сто сто пятьдесят долларов это вообще ничто сейчас мы подумаем 100 долларов за два дня значит 100 долларов за 16 часов да это немного то 6 часов 6 долларов сейчас что ли получается но если сто сто пятьдесят то вот эти восемь восемь долларов в час там за два дня до минимум выич можно сказать но если искать что-то другое то везде требуется язык на сентябрь они записались какую-то бесплатную школу английского а запасы денег заканчиваются и они уже подумывают обратно приехал но мы все из маленького города в россии и тут осталось только я из родственников со всем имуществом и прочим хорошо что родителя в принципе есть куда вернуться но только уже работать негде пенсия тут никакая и что они тут будут делать я не представляю мы уже на воссоединение подали документ я понимаю что будьте там рядом с ними было бы все гораздо проще у них не было бы такой депрессии у меня есть вариант поехать туда по турвизе и потом сменить ее на рабочую или также пойти учиться подрабатывать чтобы хоть как-то их поддержать и помочь но сейчас здесь у меня есть дело которое затянется надолго поэтому я физически не смогу приехать а сюда я их не пускаю потому что если вернуться то это будет конец я узнавала по поводу вэлфера но там свои подводные камни и это как самый последний вариант я еще думаю может им сменить штат поехать куда-то где подешевле но я если честно даже не знаю куда свое жилье они сняли благодаря одному человеку который оформил их на свою кредитную историю чтобы им искать жилье тем более в калифорнии это надо через каких-то знакомых людей надеюсь не загрузила вас но скажу откровенно и честно уже сама не знаю кому обратиться надеюсь что все-таки есть еще люди кому не трудно и у кого можно узнать хотя бы какие-нибудь полезные источники информации в интернете постоянно ищу любую информацию нашла много сайтов русскоговорящих разместила их резюме никакой реакции вообще это ожидаемо понятное дело что новые знакомые появились там у них но у всех свои проблемы и каждый сам по себе теперь виню себя что так все сложилось вот такое письмецом давайте мы заведемся и поговорим по дороге надо видимо мне камеру развернуть так на дорогу значит что тут сказать люди смелые конечно отважные 56 58 тут они практически пенсионеры уже там но захотелось поменять тоже понятно на самом деле очень хорошо понятно я могу сказать что родители моей светы они уже были правда на пенсии и они так снялись за три дня и уехали это было настолько неожиданно и они там нахлебались еще по дороге но это отдельная история хотя в целом все закончилось замечательно и вот мама еще жива 94 вот они уже здесь на годик на годик больше чем и так вот давайте мы к родителям значит без языка конечно плохо в рабочем возрасте но самое может быть в этом деле роковое что ли это что ими никто не занимается кто ориентируется на местности и ориентируется в ситуации потому что в принципе ничего такого драматического вот в их положении нету и и дочь тоже как бы не не врубается да то есть она вешает их резюме на каких-то сайтах боже значит это 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 ну как бы самое невероятное что можно было бы делать и у нас на самом деле много видео на эту тему я даже удивлен мы много говорим но хорошо давайте мы сконцентрируемся значит первый момент состоит в том что велкер это далеко не не последний как бы так сказать неудобные там или какой-то там пути и так далее это это абсолютно не так велкер это легко это просто они уже здесь с парта месяца пойти если бы они приехали и там через неделю подали бы на вилфер то их можно было бы обвинить в том что они обманули иммиграционные власти говоря что собираются работать а сами сразу сходу почти на вилфер и так далее но этого же не произошло поэтому люди могут оказаться в разных ситуациях что такого и в темпу стемпы дадут им денежку какую-то дадут плюс они будучи людьми бедными значит они могут доходы у них низкие никакие они могут пойти встать на восьмую программу это нет ни в один день произойдет но восьмая программа позволяет им платить за жилье одну треть дохода остальное доплачивает государство поскольку он получает вот столько одну треть значит и так первое с жильем да то есть они бы они бы платили за эту квартиру не 1600 оплатили бы треть от этой суммы да там четыреста восемь долларов сколько там получать в уме трудно там собрать вот значит это первое второе есть такая вещь как фудстэмпы даже если вы не берете деньгами вилфер вы можете брать фудстэмпами там часть вам они должны попасть к social worker у есть русскоязычные social worker иначе к нему приходишь и он тебе все рассказывает и заполняешь там формочку и они тебе потом говорят что тебе положено чего тебе не положено это что касается вилфера всяких вот этих вот следующий момент состоит в том что если бы они просто не в состоянии были заработать но у у отца есть совершенно иная ситуация он работал но подорвался если он работал и подорвался это значит что он находится спасаешь под другой программой совершенно это называется workers compensation грубо говоря травма на производстве или скажем так потеря здоровья какой-то убыток здоровью в результате того что он вот где-то работал и надорвался значит он идет к врачу вот любой русский врач который там у него есть вот где он там живет в конкорде там полно русских вот соответственно значит снимает трубку и говорит вот я хочу записаться на прием по поводу значит там травмы на производстве там с кем мне поговорить вот и все и дальше все оформляется ему врач расскажет если нет он может юристу пойти я не знаю нужен ли ему рис но ну допустим значит можно пойти к юристу он тоже поможет я думаю что что врача будет достаточно соответственно как человек который пострадал там на производстве у него на пару лет будет инвалидность вот по этой статье он будет получать деньги там разные есть тонкости я я не хочу в это дело вдаваться сейчас но но скажем так он может получать 70 процентов от той зарплаты которую он получал но не платить с нее налогов потому что это не доход а это компенсация страховая то есть грубо говоря с учетом налогов он будет те же самые деньги получать два года значит если он таким путем пойдет кроме того мама работает значит не знает языка и работает где там какой шьет или что она там делать я не помню ремонт одежда значит очень-очень много есть работы с детьми очень-очень много работы есть с пожилыми людьми ты там не надорвешься ты не ничего такого там ну я не это не каждый может делать это это безусловно с пожилыми людьми работать это надо иметь ну что сказать как как надо иметь гад да значит иметь не знаю как перевести несут не каждый может это делать и но если мама может это делать значит такой работы полно и и ей за это когда она делает эту работу ей не просто деньги платят государства а еще страховку медицинскую дают вот и я не уверен но может быть даже и на супруга тоже поэтому ей есть такая работа тоже и тебе не надо знать ни слова по-английски ее можно делать и с детками можно так из пожилыми людьми и далеко не все пожилые люди находятся в таком состоянии что они там вегетативные какие-то нет ну вот допустим человек не может сам сготовить не может сам там до туалета дойти там постель застелить базовые какие-то вещи делать им нужен уход есть более тяжелые такие где нужно клизму поставить такое тоже ничего страшного вот я вас уверяю но ничего страшного нет то чтоб призму поставить чё вот ну но есть если так жизнь сложилась там и так далее и и там платят нормальные деньги нормальные и еще еще и страховка поэтому они как бы оказались в информационном вакууме таком что тут сделать я думаю да они по грин карте видите когда когда люди по беженской программе приезжали вот мы тоже это было много много лет назад всегда была какая-нибудь организация которая принимает беженцев и там есть социальный работник который значит им все это рассказывает на родном языке там и так далее значит чтобы им такое сделать значит где им найти социального работника вот чего давайте сделаем значит есть разные общественные организации во первых либо в конкорде либо волнук крике там рядышком есть обязательно джойка джойш фэмолин children services они не конфессиональные они работают абсолютно со всеми людьми значит вы можете позвонить туда назначить и поэтмен там есть русскоязычные social worker и он он их проконсультирует есть такая же точно организация называется catholic charities очень хорошая очень большая денежная тоже неконфессиональные вы не должны быть католиком понимаете чтобы пойти в кадровый католик чаритис и вы не должны быть евреем чтобы пойти в джойш фэмолин children services их государство финансирует и общественные организации частные там доноры и так далее и так далее и первый же social social worker который вы там найдете он вам все распишет на бумажечке скажет и ешь к этому звонишь туда они может быть за вас сделают пару звонков и скажут куда прийти когда прийти в какое время и так далее то есть вам вам нужно начать вот эту нужен просто социальный работник и вот а что касается травмы вот этой 0 или травмы ли что там с ним произошло значит безусловно нужен врач безусловно он должен подтвердить что вот это с ним такое произошло и и дальше значит заполняется клэйм на на воркерском пенсейшн надо надо посмотреть хотите ли вы это делать и так далее безусловно до строительная организация в которой муж работал не будет рада тому что это произошло но с другой стороны они когда берут человека которому там пятьдесят шесть пятьдесят восемь лет и он у них работает сутками значит они тоже должны соображать что они делают вот поэтому я я думаю ничего страшного нет в том что они там каким-то образом них там рейтинг изменится на этом страховом полисе это не страшно гораздо страшнее когда здоровье теряют и вот так надрываются вот вот собственно и все с моей как бы колокольни язык насчет языка знаете я чего хочу сказать это миллион раз говорено и понятно что когда людям там уже ближе к 60 там где там хорошо за 50 они конечно не так здорово с языком разбираются как как в 15-25 или даже в 35 но вы не можете уехать вы не можете уехать по гринкарт лотереи без того чтобы у вас так был годик на подготовку ну правда значит если они уехали в марте а выигрыши узнали в мае начали в 10 месяцев то у них было я собственно не для них это говорю а для тех кто собирается дальше да значит ребята но но 10 до месяцев у вас было у кого-то гораздо больше был ну так подучили бы язык ну 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 правда не вам же не нужно там с шекспиром соревноваться но базовые какие-то вещи подхватили и все вот теперь знаете еще что тут получается если у них есть знакомые там сан-франциском и знакомые хорошо устроены то как правило именно хорошо устроенные знакомые абсолютно беспомощны в том чтобы чего-то присоветовать в такой ситуации то есть в такой ситуации значит лучше всего советуют те кто на был пересами или допустим немножко выкарабкались но были на был перим или у них много знакомых вот в этой среде и так далее и они конечно гораздо точнее все это присоветуют вот да так что если мы говорим про работу то давайте там последнее что она резюме там на на сайтах значит есть очень очень большие группы в одноклассниках в фейсбуке вконтакте есть очень большие локальные группы там тысячи людей тысячи многие тысячи людей и вы в этих группах пишите вы говорите вот я там или того меня папа у меня мама там столько-то лет легальный очень важно сказать что человек легальный потому что многие не хотят рассчитываться кешем и еще если это по уходу допустим там за пожилыми то там нужно чтобы человек мог мог получать деньги иначе человек из своего кармана должен платить а так ему государство платить выгодите вот мама хочет работу по уходам не говорите хочу любую работу говорите хочу работу по уходу мама 56 лет там и так далее значит то есть есть такие места есть веб-сайт называется барабан . ком прям как по-русски барабан . ком там люди объявления вешают в сан-франциско есть контора я с ними с ними видео делал видео делала они как раз пристраивают людей по уходу ну то есть у них своих медсестер там человек 50 работает но еще они делают вот такой немедицинский уход и просто сводят людей друг с другом значит american care quest называется american care quest и значит вы туда звоните и говорите там так и так вот хочу хочу работать по-русски говорить можете на меня состав сказать миша портнов про вас рассказывал говорил что вы поможете там и так далее ну пожалуйста вот так есть и они всю боевую захватывают не только в сан-франциско но и вокруг тоже и конкорды волнут крик там и и сан-хосе и так далее ну вот вот я бы я бы с этого начал так так бы я сказал значит ребят если кто-то есть на местности кто нас смотрит и кто в курсе и кто где-нибудь там может недалеко живет и готов там людям помочь значит дайте знать я вас тогда с ними соединю у меня в понедельник сейчас у нас четверг а в понедельник у нас будет снова аркадий из аркадий блюмен из харькова мы его недавно показывали он рассказывал там массу интересного вот может быть может быть он расскажет он как раз будет рассказывать о том как людям получать там всякие инвалидности и вот эти вот социальные программы и я в я попрошу его может быть он как-то с ними встретиться и проконсультирует но в принципе если кто то есть кто в состоянии какое-то внимание им уделить давайте вот живут они в конкорде еще раз я повторюсь то скажите мне я я буду очень рад если нам удастся свести как бы решение и проблему в одну пару чтобы значит проблема рассосалась потихонечку и чтобы люди нормально жили и получали удовольствие от жизни дожидались бы свою дочку и все было бы у них хорошо вот я думаю это это очень важно чтобы так чтобы так произошло потому что они просто немножко потерялись они они не информированы и дочка не информирована и вот так она вот вышла при всем при том что они все равно молодцы потому что посмотрите какую никакую работу но отец нашел на стройке но он нашел мама какую-никакую работу но она ее нашла то есть это мне например это говорит о том что они достаточно деятельные и энергичные люди вот они они не квелы они боевые поэтому они просто может быть немножко не тем занялись самого начала но но у них все будет хорошо я я не сомневаюсь несколько единственно что вот в депрессию конечно нельзя впадать потому что когда человек в депрессивном таком состоянии он свой потенциал не может реализовать он без того чтобы что-то делать а он может может быть многое сделать но если настроение неправильное то он вот сидит и ничего не делает и в общем только хуже становится такой у меня рассказ будет счастливо